Новую школу жители микрорайонов Финский и Богородский ждали давно. С 2010 года активно развивающиеся кварталы нуждались в дополнительном учреждении образования. Дети вынуждены учиться в школах, расположенных на значительном удалении дома. 26 августа мечта о школе начала воплощаться в жизнь. На месте строительства нового корпуса прошла церемония заложения капсулы памяти. В прямом эфире перед губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым о начале строительства учреждения на 825 мест отчитался глава округа Щёлково Андрей Булгаков. Это самые крупные молодые микрорайоны Щёлково, более 20 тысяч жителей. И у всех у них была к нам одна просьба, задача, поручение на КАС – это построить школу. Поэтому для всех, для нас это сегодня большой праздник, то, что мы закладываем и начинаем строить долгожданную школу. Изначально школу планировали построить к 2023 году, но из-за пандемии срок ввода в эксплуатацию сместился на 25-й. Приблизить начало строительства образовательного учреждения удалось благодаря активной работе администрации и инициативности жителей. В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьёв по сети у городского округа Щёлково. Тогда к нему подошла группа мам из Финского и попросила открыть школу как можно раньше. В течение двух недель при участии губернатора сроки были пересмотрены. Строительство начнётся уже в этом году. Очень необходима была школа, потому что микрорайон Финский достаточно большой. Приходилось учиться в другой школе, соответственно. Дочь, она и продолжает в 17-й школе учиться в 7-м классе уже. Но для будущих деток наших очень нужна. Открыть объект рассчитывают через два года. Родители ребят из Финского верят, что современное здание школы совсем скоро появится в их дворе. И 1 сентября 2023 года дети встретят уже в новых классах. Мария Смирнова, Михаил Налётов, Игорь Поляков, Сергей Максимов. Телерадиокомпания Щёлково. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова